Об изменениях в законодательстве. Как вам известно, в 3 июля 2016 года был подписан федеральный закон номер 372 АФЗ, который внес существенные изменения в систему саморегулирования в области строительства. Основное нововведение закона заключается в следующем. Во-первых, устанавливается региональный принцип формирования саморегулированных организаций. Это означает, что строительные компании должны являться членами того субъекта федерации, где они зарегистрированы. При этом выполнять строительные монтажные работы можно, как и прежде, по всей России. Ассоциацией изначально был выбран такой подход. На момент принятия закона лишь около 30 строительных организаций сотрудничества были из соседних регионов. Некоторые из них сменили прописку на Татарстанскую или продолжили работу под егидой ассоциацией. Другие перешли в местные региональные СРОВ. В соответствии с законом, Содружество пересислило их компенсационный взнос в новую злобу полную мобильную. К сожалению, так хорошо обстоят дела с компаниями, которые переходят из других СРОВ к нам. Многие испытывают сложности в переводе в вносах в компенсационный фонд в связи с их утратой. Наша ассоциация полностью сохранила средства компенсационного фонда. Согласно данным, аппликованным на сайте НОС-ТРОЯ, на 15 марта 2017 года ССРОВ обладает самым большим компенсационным фондом, размещенным по закону на спецсчетах. Сегодня сумма превышает 1 миллиарда 448 миллионов рублей. Из них 473 миллиона рублей составляют насыщенные проценты. По этой использованию для сети саморегулированной мы неоднократно обращались к Государственной Думы. В ответном письме сказано, что этот вопрос до конца будет рассмотрен на осенней сессии. В настоящее время на каждую организацию ССРОВ в среднем приходится около 1,5 миллиона рублей компенсационных фондов. Таким образом, наши компании в значительной степени лучше защищены, что особенно актуально в свете нового закона. Второе нововведение. С 1 июля 2017 года прекращается действие свидетельств о допуске. Основным подтверждением профессионального допуска строительной организации будет информация в реестре членов ССРО, размещенное на официальном сайте, и выписки из данного реестра на бумажном носителе, которое действует в течение месяца, и оно может подаваться по требованию строительной организации. Третье. На строй будет ввести национальный реестр специалистов инженерных строителей. Согласно новому закону, компании могут выполнять работу по строительству, реконструкции, капитальному ремонту только при наличии не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр. Минимально требуемые для включения в реестр таковы. Наличие высшего профессионального образования, общего трудового стажа по профессии не менее 10 лет, из них на инженерных должностях не менее 3 лет, а также получение квалификации не реже одного раза в 5 лет. До 1 июля 17 года специалисты организации сотрудства должны подать документы для включения в реестр. Для этого необходимо через ассоциацию направить соответствующие заявления с предложением документов, подтверждающие уровень профиле образования и стажа работы. Конечно, мы будем показывать в оформлении всесторонней методической помощи. Я считаю, что эти требования, которые предоявляются к специалистам, они справедливы, но они должны распространяться на всю отрасль, в том числе и на специалистов саморегулированных организаций, национальные объединения строителей и министерства, чтобы строительные отрасли руководили профессионалы. Тогда это было бы логично и справедливо. Четвертое. Вместо одного конкурентного фонда новый закон предусматривает формирование двух фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, сокращенного оборудования. Фонд обеспечения договорных обязательств формируется в СРО в том случае, если более 30 организаций направили заявление о намерении применять участие в заключении договоров строительного квадрата с использованием конкурентных способов. Размеры взносов указанных фондов дефицитированы в зависимости от уровня ответственности строительных организаций. Всего же таких уровней 5, вы видите на экране, по каждому из конкурентных фондов. Согласно новому закону, организации до 1 декабря 2016 года должны были направить заявление о выборе уровня ответственности по конкурентному фонду возмещения вреда, а в случае необходимости заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного квадрата с использованием конкурентных способов. На 1 декабря 2016 года были получены заявления об уровне ответственности возмещения вреда от 878 организаций. Заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного квадрата с использованием конкурентных способов от 776 организаций. Таким образом, в Содружестве должно быть сформировано два конкурентных фондов. Сегодня нам предстоит утвердить положение и до 1 декабря текущего года сформировать это. Необходимо отметить, что минимальный взнос в фонд возмещения вреда – это 100 тысяч рублей, а фонд обеспечения договорных обязательств – 200 тысяч рублей. Поэтому для тех компаний, которые выкупили первый уровень ответственности, достаточно тех взносов в 300 тысяч рублей, оплаченных еще при вступлении в Содружестве. Им не нужно будет ничего доплачивать. С 1 ноября 2016 года компенсационные фонды должны размещаться исключительно на специальных сетах банков, соответствующих требованиям правительства России. Согласно решению коллегии сотрудства от 12 октября 2016 года, все средства комиссионных фонда ассоциации размещены в трех банках с государственным участием – Госпромбанки, ВТБ и Росфовбанки. Закон еще не вступил в полную меру в силу, но уже породил новые явления в нашей действительности. В частности, некоторые столичные СРО ищут различные возможности для сохранения статуса и переселяются в другие регионы. Там Татарстан уже переехали два СРО из Москвы, из Московской области, и лихорадочным набирают местных строителей в свои ряды. Какую цель они преследуют? Навести в порядок Татарстан в мире? Итак, все, себя ведем в строительные нормальные парадщики. Цель одна – заработать деньги. Вполне возможно, что они начнут воламутить наших строителей, завлекать их снижением членских взносов, других финансовых нагрузок, по ущобе, хаоса заведут, и потом оставить наших строителей у развитого корреля. Без комиссионных фондов. Есть такой риск, безусловно риск очень большой. Поэтому мы призываем строителей быть весьма-весьма осторожными. Редактор субтитров А.Семкин